Да, мне предложили организаторы из Москвы проводить экскурсии. Я подумал, почему бы и нет. Я имею опыт чтения лекций в институте. И я хотел бы показать тот город Касимов, в котором я вынужден сейчас жить, находиться в ссылке 8 месяцев. Хотел показать тот город, который я знаю, который для меня дорог. И я считаю, что через маленький провинциальный город Касимов на самом деле можно рассказать всю историю России. Ну вот, собственно, остатки былой роскоши. Все, что мы видим внутрь, мы тоже не можем зайти. Повторюсь, они должны как памятник федерального значения все это консервировать, накрыть каким-то брезентом, установить здесь охранную будку, для того, чтобы охранник здесь сидел хотя бы. Это во всех документах предусмотрено. Но они этого не делают. И это касается и других памятников, Касимовских, части из которых уже сгорели. Я вам покажу дом Баркова, где останавливался император Александр II. Два года назад он сгорел. Местные жители, как всегда, подозревают, что это местные власти, у которых нет денег на реставрацию. Они поджигают дома и путем поджогов устраняют проблему. Да, в других городах тоже так делают, а можно потом пятерочку поставить, и всем будет отлично. Я продал всю недвижимость, которая у меня есть в Москве. Перевез туда семью, вернулся. И вернулся я за тем, чтобы сохранить для себя возможность приезжать сюда время от времени, хотя бы как документалисты, режиссеры, снимать фильмы о России. Для меня это важно. Плюс здесь похоронены, повторюсь, мои родители. Я не хотел отрезать от себя эту возможность. Хотя Германия, конечно, никогда бы не выдала меня. Они признали, что это политически мотивированное дело. Но мы не знаем, сколько продлится эта власть. У меня друзья-журналисты отговаривали от этого шага. Говорили, зачем ты идешь в пасть к Тигру? Мы вернемся через пять лет на белых конях. Но я не знаю. Я, честно говоря, чем дальше, тем больше не уверен в этом, что мы когда-то вернемся. И что тем более все эти уголовные дела отменят. Поэтому я решил сюда вернуться. У меня не было прописки. Судья мне намекнул, что будет условный срок. Говорит, тебе нужно где-то прописаться. Я получил временную регистрацию. Коль скоро я здесь нахожусь, я получил временную регистрацию здесь. Можно было поехать, конечно, в Москву. Но он намекал, что будет условный срок. А при условном сроке, неважно, где у тебя регистрация, ты можешь уведомлять всем, что я еду в командировку в другой регион. И они не имеют права тебе отказать. Но я не предполагал, что они мне вместо условного срока дадут ограничение свободы. Когда ты еще больше привязан к этому месту. К месту своей регистрации временной. Которую я получил на год сроком. Тут же меня вызвали в местный военкомат. Я уже оформился в местном военкомате. Должен теперь по новому закону установиться на учет в местный военкомат. Теперь я приписан к Асимовскому военкомату. Так что... Такая вот история. И мы сейчас побыстрее пройдем, потому что мы уже запаздываем, честно. В Касимовском районе, в селе Бетино, есть храм, который круглосуточно открыт. Ты можешь прийти, и никто не запретит тебе снимать. А здесь проблема с этими храмами, потому что нужно спрашивать священника. Священник не может дать разрешение. Он скажет, отправляйте запрос в епархию. Епархия отправит в Москву, поскольку я московский журналист. И, в общем, это все уже нереалистично сейчас снимать в храмах. Включается фонарик, тут плохо видно. Тут вообще ничего не видно. А там открыто? Да, открыто. Мы на блоконе поднимаемся. Еще выше поезде. Можно выше подняться, куда на колоколье, но я думаю, что еще на час. Кто-то один может подняться, позвонить в колокольчик и быстро спуститься. С точки зрения флора, потому что здесь уникальное место, здесь находится стык абсолютно. Вот видите, Мещерские леса. Здесь почва либо глинистая, либо песок. А дальше мы поедем на Старый Посад, откуда есть пошел город Касимов, на Татарскую Слободу. Вы увидите, как там переходят, вы увидите, как там все меняется. И там уже степная флора начинается, и степные растения. То есть вот таким языком врезается степная флора из Тамбовской области. И, например, здесь в 20 километрах от Касимова находится поселок Елатьма. Вот он был, относился в царское время к Тамбовской губернии уже. То есть там уже пошло Черноземье. Здесь лесистая местность. Вот вы видите, буквально разница между поселками 20-30 километров. И тут мы находимся прямо на самом стыке. Вообще удивительно, Эрзи. Они дали, во-первых, Аввакун был Эрзи, потом был Никон, Патриарх был Эрзи. И еще и наш гладяй. Сейчас дали растяжки, эти ласточки. А они что хотели-то отмечить? Хотели скрыть телефон. Я не давал уже телефон скрыть. Да, ну там переписка. А их даже не столько этот памятник интересовал, как другая переписка интересовала. Они там Собчак, переписку всю. Они сразу скриншоты наделали, отправили все в Москву. Ну там разные. Я просто думал, боялся, что меня в экстремизме еще обвинят. Потому что там переписка, в том числе и с украинскими друзьями. У меня там много друзей было. Это же самое начало было. Буквально неделя прошла с момента 24 февраля. Вот они так... Они ворвались ко мне на следующий день утром. Я даже сначала не понял, потому что они все в Москве, в каких-то балаклавах. Их человек 15. Причем они приехали из соседнего Владимирской области, почему-то. Это были не местные, рязанские. А почему-то Владимирские. Ворвались и стали избивать. Я сначала не понял, в чем дело. Я думаю, какое-то вооруженное нападение. Черт не знаю. Они меня запаковали туда в какой-то... Историю города Касимова. А? Тут, учитывая историю города Касимова. Тут УПГ на ОПГ. Да, тут УПГ на ОПГ. Я испытал... У меня был когнитивный диссонанс в тот момент. Потому что я накануне снимал, мы вместе с Осечкиным, мы историю куберкулезной саратовской больницы снимали. Я вернулся только-только из Иркутска, где слушал все эти разговоры о тюремных пытках под названием «Ласточки», вот эти растяжки. Я когда лежал на полу на ОВЗНИЧ, я не мог поверить, что это со мной происходит. Потому что я вот только-только... Я думал, что все равно их тоже что-то останавливает. Потому что я журналист все равно. У меня есть какая-то защита, может быть. Они иначе будут ко мне относиться. Они говорят, а ты что, не понял, что все после 24-го все поменялось? Мы в другой стране. Нам дана полная власть. Опять снимаете? Ребят, а где у вас потом укладывать его? Ребят, а мы его выложим. Вот там находится район Приобский, где находится завод цельных металлов, где делают как раз золотые слитки, о которых я вам говорил. На той стороне ОКИ. А Татарская? Я сейчас собираюсь, да, на краунфайдинговой основе развивать собственный YouTube-канал. Хочу, по крайней мере, два фильма документальных доснять до конца этого года. про Касимовские истории, возможно, записывать периодически какие-то стримы. Так что планы у меня есть. Я с большим-большим-большим скепсисом отношусь к эмигрантским СМИ. Мне кажется, что эмигрантские СМИ, с которыми, конечно, я волей-неволей буду сотрудничать, когда перееду в Германию, все равно утрачивают некую связь с реальностью, с действительностью. Журналисты, я имею в виду, которые уезжают за границу, как будто перерезают эту пуповину, связывающую их с нашей Родиной. И они не вполне релевантны себе представляют то, что здесь происходит. Поэтому я хотел сохранить эту возможность для себя приезжать сюда время от времени, для того, чтобы снимать документальное кино. Я умею работать с российской фактурой. Я знаю этих героев, знаю героев. Вот я оказался фактически сейчас, я живу в доме в таком, я среди героев своих документальных фильмов оказался. Только уже не как режиссеры, как сторонние наблюдатели, а как местные жители. Это интересный очень опыт для меня. Вот я хотел бы сохранить возможность возвращаться сюда, чтобы снимать. Потому что даже где бы я ни работал, на каком бы канале я ни работал, пусть даже на немецком телеканале, все равно я известен там, как российский документалист. И меня первым делом пошли в командировку в Россию. А снимать в Германии я не знаю о чем. Вот для меня важно было сохранить эту возможность, чтобы я был въездным. Я мог там остаться до конца своей жизни и быть невъездным уже в Россию, но я себя в этот вариант не рассматривал. И благодарен жене, своей семье, что они поддержали это мое решение. Для меня важна была вот эта связь с моей исторической родиной. Хоть я здесь не родился, но у меня здесь все предки лежат на кладбище. Для меня это важно, сохранить эту связь. Вот. Спасибо. Приезжайте, буду рад всех встретить, провести здесь экскурсию. И просто провести время, подружиться. Надеюсь, мы все вместе здесь останемся друзьями на долгие-долгие годы. Несмотря на города и расстояние. Продолжение следует...